Змеевской район о днях сотрясло резонансное убийство. Вечером 5 октября в магазине села Шелудковка была зверски убита продавщица. Хладнокровности убийства поразились даже опытные работники Змеевского райотдела милиции. На теле женщины было обнаружено более 30 колото-резанных ран. В пятницу вечером в Змеевский райотдел поступило сообщение со скорой помощью, что в магазине села Шелудковка, Хаторг называется он. Обнаружен труп продавщицы с признаками насильственной смерти, то есть резонера. Туда немедленно был поднят весь личный состав Змеевского райотдела. Мы выехали, приехало руководство УВД, сотрудники аппарата уголовного розыска. При осмотре места происшествия непосредственно внутри магазина был обнаружен труп продавца. С численными многоуколюще-режущими ранами, то есть порядка 30 колотых ранений на ее теле находилось. При первичном осмотре магазина было установлено, что преступник осматривал кассу магазина, но наличие там денежных средств хозяин магазина никто не мог подтвердить, потому что вечер урочку никто не снимал. По словам хозяина магазина, не более 600-700 гривен должно было находиться на вечер в кассе. По информации работников райотдела, убийца готовил свое черное дело заранее. Нигде не работающий 24-летний местный житель Шелудковки, вооружившись ножом, целенаправленно пошел убивать. Человек проживал от магазина буквально в 300 метрах, неоднократно приходил в этот магазин за покупками, знал продавщицу, знал о том, что в магазине нет огромной выручки, нет там огромных денег, денежных средств. Но мотивировал это тем, что два месяца у него скандалы с семьей, он не живет в семье, у него есть ребенок, есть жена, но они не жили. И мотивировал тем, что у него закончились деньги, в момент совершения преступления он был не в состоянии алкогольного опьянения. То есть он четко отдавал отчет своим действиям, готовился к совершенному преступлению, выжидал со слов очевидцев в тени, покуда закончат последние покупатели, пришли, уйдут с магазина, и совершил убийство в течение буквально 5-7 минут. Наносил удары, множественные удары ножом, из кассы им было забрано около 600 гривен мелкими купюрами по 10, ну которые в магазине по 10, по 5 гривен, порядка там, часть денег он успел потратить на свои нужды, купил там пиво, сигареты, в принципе, остальное все спрятал в дымоходе собственного дома. А сколько ему лет? 88-го года рождения, ему 24 года. Я начал наносить, она начала на меня повараться. Не спешите, я тоже не знаю, сколько она носила. Какой силой? Сильно бил. За несколько минут до убийства продавщица общалась по телефону со своим гражданским мужем. Во время убийства муж в невыключенной трубке телефона слышал, как убивали жену. Через 15 минут после известного хладнокровного убийства тело 34-летней продавщицы обнаружила ее сестра. Цена человеческой жизни измерилась в сумме 600 гривен. Ровно столько преступник забрал из кассы магазина. Задержали убийцу 6 октября около 4 часов утра в его доме. Проживал он недалеко от местного магазина. В содеянном преступник сразу же сознался, здесь же и обнаружили орудие убийства, окровавленную одежду и злосчастные деньги. С места происшествия изнимались пальцы рук, потому что преступник, по всей очевидности, был весь в крови, поскольку крови было очень много внутри магазина. С сотрудниками аппарата уголовного розыска и подразделением нашего уголовного розыска начали проводиться первоочередные оперативно-розыскные мероприятия. Все затягивалось в ночь, конечно, было тяжело, потому что, покуда приезд, покуда обнаружили, уже дело было к ночи. Работали с людьми, работали с свидетелями, работали по возможным направлениям, различно сразу были разделены группы. И, скажем, во время отработки свидетелей по крупинке была собрана информация в отношении неизвестного человека, но который якобы проживал где-то в этом районе, в районе совершения места происшествия. В дальнейшем от источника мы получили информацию, кто это мог быть. Проверили человека по соседнему месту жительства села, оттуда установили, что он является непосредственно прописан в самом селе Шевутковка. Выехали на место возможного проживания преступника. Ночью в доме горел свет, это было уже порядка 4 часов утра, его задерживали. На стук двери он первоначально не открывал, но затем, вероятнее всего, он понял, что скрываться нечего. Он открыл дверь, при задержании он сразу сообщил, что все расскажет, все, что он натворил, все ему известно. Приехавшая следственная оперативная группа, проводя осмотр его домовладения, тут же были во дворе обнаружены его вещи с многочисленными средами крови, скажем, ну прям как вымакивал их. Обнаружено оружие, совершение преступления, нож. Обнаружена часть денег, которую он спрятал в дымоходе печи. Все это было изъято, и он полностью рассказал о всех нюансах совершения преступления, жестокого преступления. Как отмечают в милиции, убийца ранее не был судим. После смерти родителей из родных осталась только сестра. После ссоры с женой жил один, у него также растет малолетний ребенок. Своим зверским поступком он оставил сиротой и маленькую дочь убитой женщины. Несколько лет назад ее мужа также хладнокровно убили пьяные хулиганы. По ее мужу, настолько я помню, материалы дела находятся в суде. Во время определенных хулиганских действий, в одном из населенных пунктов, ему были причины и телесные повреждения, от которых он впоследствии скончался. Погибшую женщину похоронили в воскресенье. Сегодня преступник находится в следственном изоляторе. Последнюю точку в этом деле поставит суд. Убийца светит от 15 лет тюрьмы до пожизненного заключения.